Всю ночь лил дождь, он мгновенно смывал реагенты и соль, которые коммунальные службы сыпали на дороги и тротуары. Под утро похолодало. Как результат, все покрылось карамельной глазурью. Вот только от нее скорее горько, особенно тем, кто оказался в травмпункте. Павел Исаев один из первых ощутил на себе последствия непогоды. Я очень спешил на работу, торопился. Оказалось, что на улице выпал снег и оказался ледок, была минусовая температура. Я торопился и скользнулся, упал на левую сторону, очень ударил бедро. В травмпункте, конечно, очередь, большинство людей за 30 обращаются с ушибами, с переломами. С наступлением холодов ежегодно число пациентов в травмпунктах области возрастает. Эта осень не стала исключением. Безусловно, сейчас наступает пора повышенного травматизма на улицах, поэтому у нас становится все больше таких пациентов. Все зависит от погодных условий. Если это утоптанный снег такой прошел, то тут не будет наплыва. А если вот как сегодня, то есть внезапный мороз после дождя, то, конечно, это более опасно. Если мы говорим про КТ или рентгенографию, они оба метода основаны на использовании рентгеновской трубки, рентгеновские лучи. Это связано с облучением. КТ обладает более высоким уровнем облучения, более высокой лучевой нагрузкой. Но и КТ, и рентгенография – это, конечно, безопасные методики. Чаще всего люди ломают руки, на которые пытаются опереться во время падения, а также лодыжки. Но если в этой ситуации травма очевидна, то в случае удара мягких тканей все гораздо сложнее. И выявить такие повреждения непросто. Если человек упал на улице, например, при этом он чувствует резкую боль, он чувствует, что не может опереться на конечность, он не может двигать рукой, если мы говорим про руку, то, естественно, ему нужно обратиться к врачу. Доктор делает вам снимки рентгеновские и говорит о том, что у вас все хорошо, нет перелома. Это не означает, что у вас нет серьезной травмы, которая потребует какого-то лечения. Потому что очень часто наши травмы, особенно бытовые и уличные, сопровождаются повреждениями мягких тканей. Это связки сухожилием мышцам. Эти повреждения на снимках мы никогда не увидим. И мы их можем определить только спустя какое-то время. Специалисты советуют во время гололеда передвигаться очень осторожно, маленькими шажочками. Не держать руки в карманах, чтобы балансировать во время движения. Надевать удобную обувь. Наиболее опасны в гололед лестницы. Спускаясь нужно ставить на каждую ступеньку обе ноги, а не шагать, как обычно. Медики рекомендуют всем, независимо от возраста, проходить диспансеризацию, чтобы знать о состоянии своих костей. Тогда врачи подберут лечение, укрепляющее кости. И в случае гололеда риск возникновения перелома будет меньше. Мэри Елчан, Мария Левина, Николай Сидоров. События.